Привет, Страж! Меня зовут Джонни Лейни, а это новое видео о Destiny 2 на канале Triple Vibe. Ну что, дождались! На сайте разработчиков наконец-то появилась новая конкретная информация о грядущем DLC. Его название, подробности патчей и сезонов, короче, масса новой и интересной инфы. Так что давайте расскажу обо всём по порядку. Во-первых, был представлен новый план развития, всё в том же виде, в котором Bungie уже делились с нами расписанием патчей до версии 1.1.4. В новом расписании появились плашки о двух грядущих сезонах, третьем и четвёртом. Третий сезон стартует с релизом нового DLC – Военный Разум. Да, его официальное название теперь такое. Так что предыдущие утечки из PS Store и различных промо, скорее всего, носили некий черновой вариант заголовка. Дата релиза – 8 мая. Так что до порции нового контента осталось меньше месяца, что не может не радовать. Давайте сейчас оставим скептицизм на тему того, что контента завезут опять на пару вечеров и всё такое, и лучше внимательно посмотрим на то, что же нам действительно предложат в новых сезонах. Для любителей PvP – закрытые матчи и некие сезонные ранги. Вероятно, будет вестись некий новый соревновательный счёт, ведь нас ещё ждут ранговые матчи. Увеличат место в хранилище и, наконец-то, добавят возможность выбора сразу нескольких эмоций. Надеюсь, что в хранилище не только просто слотов добавят, но ещё и включат сортировку шмоток поудобней. Как в первой части – броня к броне, оружие к оружию, ресурсы к ресурсам. Добавят абсолют экзотики, так что какое-нибудь крыло или миду можно будет теперь ещё больше заточить под себя. Да ещё и орбиками для тиммейтов плеваться. Над экзотами, кстати, тоже обещали поработать, я об этом уже говорил в недавнем видео. Отладят баланс, увеличат урон, чтобы все экзоты чувствовались как экзоты, а не только мета. Это, разумеется, лишь часть изменений. Не стоит забывать, что всё это вводится одновременно с DLC. И что мы получим вместе с ним – это ещё одна большая порция нововведений. Следующим сроком, обозначенным на графике, стала плашка «Лето». Конечно, на столь долгий срок загадывают с меньшим набором конкретных изменений, но всё же есть на что обратить внимание уже сейчас. Запланировано некое сезонное мероприятие, новый ивент. Какой именно – не угадать. Из тех ивентов, что смогли быть заимствованы из первой части, остаётся только СРЛ – гонки на Спэрроу. Возможно, речь о нём, а возможно, нас ждёт что-то абсолютно новое. На эту же порцию изменений назначено добавление чата клана для ПК-игроков и улучшение уже знакомого нам ивента – гонки фракций. Ну а ещё дальше разработчики заглянули на осень. Плашка «Сентябрь» включает в себя много интересного. Коллекции снаряжения. Видимо, мы получим какую-то возможность для восстановления легендарных шмоток после удаления, как это сейчас работает на экзотиках. Рекорды. Что имеется в виду, пока не ясно, но смею предположить, что речь идёт о книге рекордов, как в первой части. Некий виртуальный журнал, требующий выполнения ряда заданий, и при выполнении, например, одной страницы с заданиями, вы получаете награду в виде брони. За выполнение другой – эмблему. Клёвая деталь, кстати, которая заставляла проводить время в игре. Почему их не делали прямо на старте игры, тоже не совсем понятно. Изменения в ячейках оружия. Ну, что сказать. Об этом Банджо уже упоминали на недавнем стриме, я говорил в недавнем ролике. Игроки этого изменения ждут. Так что теперь, в сентябре, у нас появляется надежда получить возвращение старой системы оружия. Случайное оружие. Очень странная формулировка, за которой с большой долей вероятности скрываются роллы на пушках. Оружие со случайным набором перков – это то, чего ждёт огромная армия игроков. Так что, как видите, на сентябрь намечена большая работа, в основном как раз над теми изменениями, которых так сильно и так давно ждут игроки. Но подожди, подожди, а чё там по инфе о новом DLC? Пока что показали только вот этот арт и сообщили название – Военный Разум. Предмет на же DLC покажут уже 24 апреля на трансляции на Twitch. Тогда же и появится трейлер к дополнению. Так что, обводим дату в календаре. Ах да, и с 8 мая карты Гарнила из DLC – Проклятие Осириса и Военный Разум – станут доступны всем игрокам, даже тем, кто дополнения не покупал. В режиме подбора игроков. А вот в кастомных матчах на них смогут сражаться только владельцы DLC. А на этом пока всё. Начало положено. Теперь с каждой неделей нас будет ждать всё больше интересной инфы. Так что, оставайтесь на связи, подписывайтесь на канал и будьте в курсе. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok